Всем привет! Вы смотрите канал Мошенники звонят по телефону. Наливайте чайку, кофейку, ближайшие несколько минут пройдут просто великолепно. Но перед началом разговора пиши комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал и бей в колокол. Все это нужно для того, дорогой мой друг, чтобы как можно больше людей увидели этот ролик и не попадались на мошенников. Приятного просмотра! Алло! Добрый день, Ян! Добрый день! Это Павел вчера созванивались с вами. Ну, так у нас, короче, разговор был, что вы вчера в 7 часов позвонили. Так я вам перезванивал, вы трубку не брали. Так я взял и сброс, а потом вам перезваниваю и не получается дозвониться, как будто IP-телефония. Ну, так смотрите, это IP-телефония, исходящая линия. Да. Ну что, да, все компании работают с IP-телефонией в наше время. Скажите, вот сколько телефонов нужно на штат там 100-200 человек, да? 100-200? Так 100 или 200? Что? 100 или 200 человек, вы говорите 100-200 человек. 100 или 200? У нас работает более 200. Я вам приблизительно говорю на примере. А. Что большие компании, большие компании работают на IP-телефонии в наше время. У меня к вам один вопрос. Я вас слышу. Как вас зовут, забыл. Павел меня зовут. Павел. Павел, Павел. Павел. Что-что? И с какой вы организации? Я просто... ForexCore, организация ForexCore. ForexCore. Да, брокерская компания. Вы заявку оставляли. Да нет, 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 нет. Я на ForexCore не оставлял. Я на Hasprom Invest оставлял. Ну, я понял. Это наши партнеры. Партнеры? Партнеры. Хорошо. Да, клево. Также общие дела. Тон 10. Это партнеры. А Тон, это Павел Дуров, да? А мы непосредственно, мы непосредственно брокерская компания. А Тон 10 вы сейчас озвучили. Это Павел Дуров, да, там что-то там занимался? Да, да. Все верно. Ну, супер-то, да. Это ж Телеграм он там сделал вроде как. Ну, да, все правильно. Ну. Да, да, да. Соцсети это он разрабатывал в начале. Потом у него вот этот проект появился. Так, слушайте, вы вообще в сфере инвестиций что для себя рассматривали, что искали? Да, ничего. Я на рекламу на Топ-Миста, короче. Там что-то про газ было. А вы же уже Форекс. Форекс это что-то не живая. А там про газ было, что у россиянам можно приобрести газ или там деньги получать газы. Я думал, ну, короче, у меня машина на газу. И думал, да, тебе хотя бы в сферу и в гараже себе смонтировать, чтобы запробыть машины. Так, Ян, вас очень плохо слышно. Ну, IP-телефония, вы сами сказали. Знаете, вот звук такой глухой. Мне вас слышно очень хорошо. Хорошо, но мне вас плохо вот как-то. Не знаю, то ли со связью что-то. Это из детской производства, IP-телефония. Ну, знаете, вот только что перед вами общался с клиентом, все было хорошо. Вас слышно плохо. Ну, а клиенту нет. Может, вы на громкой связи или в наушниках, или нет? В наушниках, я в наушниках. А, так может, микрофон просто далеко от вас. Так, наушник через череп, он в ухе. А, я вас понял, у вас блютуз гарнитура, я вас понял. Не гарнитура, а наушники. А, наушники? Да, беспроводные. Ага, я понял. Классные такие, 5-3 со стоят рублей. Ну, так, я так понимаю, что вы заработок дополнительный и рассматривали, да? Да, в наше время, в нашей родной стране, как и в вашей, всегда нужно заботиться, какой-то вот денежный мешок нужно наполнять. Еще раз, о чем заботиться? Подушка должна быть финансовая, в любом случае. А, ну, это понятное дело. В мире. Тем более, тем более с коронавирусом этим. Ну да, и с тем, и этим. Ну и вообще, да, ситуация экономическая так себе. Хотелось бы получше. Ха-ха, да, ха-ха. Что-что? Нет, я, как бы, поддержал ваш смех. Не расслышал вас. Ну, вы сделали ха-ха, я, как бы, ну, подмахнул вам, грубо говоря. Нет, ну, знаете, это так. Это так или эдак? Хотелось бы и смеяться, и плакать с нашей экономикой. Ну, лучше смеяться, чем плакать. Что-что? Лучше смеяться, чем плакать. Ну, лучше что-то делать, я вам скажу. Я делаю вот... Чтобы выбираться с этого состояния плачевного. Ну, замечательно, что вы делаете. А у вас плачевное состояние? У меня нет. Что? Что-что? Вы говорите, нужно выбираться с плачевного состояния. У вас оно плачевное? Я говорю о стране нашей, Ян. Я же не о себе говорю. А вы из какой страны? В смысле, с какой страны? Ну, вы сказали у вас Форекс. Форекс, по-моему, это международная компания, да? Форекс, Фор. Ну. Ну, с Москвы я вам звоню. А, прикольно. Окей. Ну, с какой страны я еще могу быть? Ну, не знаю, блин. Бывают звонят в Лондон, там, в Гавайи, там. Ну, везде есть разные группы. Не, ну, слушайте. Ну, а как так? Так, так. Так, так. Ну, не знаю. Кто это вам звонил? Наверное, с Гавайев, когда звонили, на гавайском разговаривали с вами. Гавайского языка нет. Ну, что? Ну, ничего страшного. У них может быть есть. Я знаю, что нет такого языка. Ну, все-таки. У кого у них? Ну, откуда я знаю, откуда вам звонили там? Вы же сами говорите, с Гавайев там звонят. Вы знаете свой язык? А то, что Гавайи там где-то в США, там, да, в штаты. И, как бы, они на английском, ну, на американском разговаривали. То, как бы, у них свой Гавайев, наверное. Скажите, сейчас уже давно в странах есть фиксированные офисы. Фиксированные офисы? Это как? Ну, вот так. Чтобы вам звонили не с Гавайев, а с России. Павел, а фиксированные офисы, это в смысле, если зафиксили, зафиксировали, это как? Фиксированные офисы? Ну, слушайте, я имею в виду, что просто офис есть, да, в стране, в которой работает компания. Ага. Ну, фиксированный офис для меня непонятный. Это я озвучил, это я озвучил просто, чтобы вам объяснить, да? Подобрал такое слово, может быть, не совсем удачное. Павел. Павел. Что? Озвучили, чтобы объяснить фиксированный офис в формулировке, которую я не понимаю. Как вы можете мне объяснить то, что я не понимаю? Да я же вам говорю, что сейчас у компании есть офисы именно в тех странах, в которых они работают. В которых они работают. В странах, в которых они работают. Кто работает? Кто? Компания. Ага. А какие компании? Ну, вы вообще слышите, о чем я говорю, или нет? А вы... Вы говорите, что меня прекрасно слышите, я вас только плохо. Но, по-моему, вы меня не слышите. Я вас слышу, но я вас не понимаю. Потому что... Что вам не понятно? Международные компании... Да. Послушайте, международные компании, когда работают с определенными странами, у них уже в этих странах есть офисы. Что вам не понятно? А офисы фиксированные, да? Но офисы находятся в стране, в которой работает компания. Я не могу понять, что такое фиксированный офис. Это что такое фиксированный офис? Послушайте, я вам еще раз говорю, может быть неправильно слово подобрал. Я имел в виду, что офис конкретно находится на конкретном месте, в стране, в которой работает компания. И говорите непонятным мне языком. Я не понимаю вас. Я реально вас не понимаю. Хорошо. Какие-то компании, какие-то офисы. Вы о чем вообще? Вы не понимаете? Послушайте, давайте по делу уже поговорим. Да, вы оставили заявку. Я вам сейчас перезваниваю из компании Forex Core. Что вас конкретно в сфере инвестиций заинтересовало? Наполнительный заработок, правильно? Это да, 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 да. По любым. Ну я понял. Хорошо, а почему именно эту сферу выбрали вообще? Какую эту сферу? Сферу инвестиций. Я на сайте Hasprom Инвест проделал, что газ теперь можно покупать гражданам России. И что наше государство, Российская Седерация, делится газом со своими гражданами. И я решил отплатить свой кусочек. Вот и все. А, так вы рекламу просто посмотрели, да, о газе. Да, и все, зарегистрировался. Я же как бы не вникал еще. Мне вот интересно, что это? Я понял. Ну так смотрите. Тут могло иметься еще в виду то, что акции компании, Газпром, ими можно торговать. Покупать, продавать и на этом зарабатывать. Я хочу купить. Я продавать не хочу. Я хочу купить. А зачем вам покупать, чтобы не продавать? Потому что, чтобы держать и получать дивизенды. Ну тоже вариант, конечно. Это супер вариант. Можно подождать, дороже продать и тоже неплохо заработать на акции. Я не хочу продавать. У нас доллар, вот мы упустили момент, 30 рублей был, да, российских рублей. Ну, в гривности я не помню сколько. Вот. А потом хлоп и сейчас приезжают под 80. Это охренеть вообще. И газ. Газ в начале года был 26 российских рублей. А сейчас уже почти 36 рублей. Поэтому газ нужно закупать, а лучше закупать в цистернах. И у меня есть большой гараж. Я хотел бы именно купить в литраже, чтобы просто, чтобы он у меня был. Чтобы я мог свою машину заправлять именно из своего гаража. То есть вас интересует покупка именно газа? Да, да, да. Ну так слушайте, в сфере я продуцирую газ из попы. Я хотел бы из метра земли продуцировать газ. То есть вы хотите закупить газа в гараж или что? Нет, я хочу, у меня есть несколько цистерн, больших, объемных. Они там по 1000 кубометров. Я хотел бы, чтобы, ну, они газовые, я их купил, короче, на этом, на аукционе. Вот. И я хотел бы заполнить газом и хотел бы купить выгонто. А потом, когда цена на газ в литрочке, я буду себя заправлять своей машиной газом, который купил по дискорбе. И уже он будет продать. Я вас понял. Я вас понял. Ну так слушайте, на этот газ еще заработать ведь нужно. В смысле заработать? Бабки-то есть. Ну, в прямом смысле. Да, в прямом смысле. Ну, в смысле уже заработали, уже все нормально. Бабли все имеется. Ну так смотрите. Сфера инвестиций немного по-другому работает. Смотрите, Павел, Павел, Павел. Вы удаленно, да. Павел, я по телефону смотреть не могу. Я могу слышать вас. Вы говорите, смотрите, я как бы, ну, смотрю телефон и все. Это выражение такое. Я думаю, вы поняли меня прекрасно. Да, 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 все, все, я повернулся. Сфера инвестиций работает немного по-другому. Все в электронном виде. Покупаете, продаете. То есть, не физически, да, вот. То есть, это работа с биржей. Я просто человек, вот такой, знаете, рука-лицо, работаю руками. Что-что? Работаю руками, потрошу трупы. Патолого-анатом. А, вы работаете патолого-анатомом? Да, криминалистом. Я, короче, рука-лицо. Ого. Ну, так прекрасно. Наверное, нравится работа вам. Павел, что прекрасного? Каждый день унылые лица. Бледные, унылые лица. Сняться уже. Что здесь прекрасного может быть? Так, слушайте, если вам так не нравится работа, то почему же вы ее не поменяете? Потому что профессия специфическая. А до медика учиться очень долго. Много лет. Много лет. И поменяться, допустим, будучи медиком, стать юристом невозможно. Ну, за счет пять лет доучиваться или переучиваться. То есть, это все специфика. Выбрал себе... Ну, не спорю, не спорю. Но в наше время переквалификацию сделать можно. Ну, на кого? На охранника. На херманника. Ну, откуда же, я знаю. Ну, вот видите, вы не знаете. Вот и я не знаю. Какую сферу хотите? Можно попробовать. Сейчас и курсы по многим сферам проводятся. Знаете, короче, я думаю стать натурщиком. Я вот красивый и хотел бы позировать, чтобы меня рисовали. И в жизни. Мужчины художники. Понятно. Ну, так, слушайте. Предлагаю вам тогда попробовать зарабатывать в сфере инвестиций в таком случае. Подождите. Попробовать или зарабатывать? Зарабатывать. Я имею в виду для себя открыть новую сферу. Окей. Это интересно. Что? Это интересно. Интересно. Интересно? Конечно. Ну, а чего же вы тогда еще не начали работать в этой сфере? Где? Я работаю. Патолога-анатома. Я же вам сказал. Я потрошу прибыль. Да я понимаю. Но вы же только что сказали, что сфера инвестиций это интересно. Так почему же в этой сфере еще не зарабатываете? Потому что пока что мне это интересно. И я в этом ничего не понимаю. А вы в этом не понимаете ничего? Конечно, не понимаю. Я доктор. Я учился на медиках. Так слушайте, а вообще в торговле разбираетесь? Работали когда-нибудь? На первом курсе я топли женские продавал. Потом где-то до четвертого в ларьке работал и подрабатывал. Подрабатывал. Там пиктин. Ну так тем более. Я понял. Значит разберетесь со всем. Здесь все то же самое, как в обычной торговле. Это не производство, только торговля. Дешевле купили, дороже продали. Ну это супер. Я готов. Ну вот. Готов. Что? Ну мне интересно. Я знаешь такое. Дешевле купить, дороже продать. Ну спекуляция обычная. Ну понятное дело. Ну почему же спекуляция? Подождите. Это не спекуляция, это посредничество. Это называется спекуляция. Почему это спекуляция? Ну дешевле купил, дороже продал. Спекуляция. Так это не спекуляция, это рыночная торговля называется. Ну рыночная торговля, по моему мнению, это пошел на рынок, купил короче масло. Там или кефира там. Ну так не у всех, не у всех производителей есть возможность продавать напрямую для покупателя. Для этого есть торговцы, которые этим занимаются. Оптом покупают и продают потом. Ничего сложного. Вы не помните? Так вот, в этой сфере, в этой сфере, смотрите, все точно так же. Ага. А в какой сфере? В этой сфере, в какой сфере? В сфере инвестиций. А, все, понял, понял. А то сфера это ж... Ну, никак не запомните, о чем мы сейчас с вами общаемся. Нет, просто сфера это какой-то объект, здесь куб, сферы там, что-то, 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 что-то. Понятно. Ну так вот. Здесь четыре направления есть. Можно работать с валютой, с криптовалютой, с акциями, аппликациями. И товаросырьевой рынок. Что-что? Я же зацеплю-то за газ. Не расслышал. Я зацеплю-то за газ. Еще раз. Я совершенно не слышу, что вы говорите. Мне сейчас звонок важный звонит. Я отвечу, потом перезвоните мне, пожалуйста. Да, конечно. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!